А воспитанники коррекционной школы в Нижнем Куранахе представили в картинах собственное видение будущего страны. Юные художники стали лауреатами Всероссийского конкурса рисунков «Россия-2035». Финальный этап прошел в Москве. Вкусом победы и впечатлениями школьники поделились с нашими корреспондентами. Самые талантливые художники России живут в поселке Нижний Куранах. Это показал прошедший Всероссийский заочный конкурс детского рисунка «Россия-2035». Учащиеся коррекционные школы восьмого вида представили на суд жюри 19 работ и по итогам конкурса стали финалистами. Для участия в финале конкурса семь человек отправились в Москву. Последнее, самое важное испытание явилось для ребят наиболее серьезным и сложным. Рисунки им предстояло защитить. Каждый защищал свою работу, рассказывал про свою работу. Волновались, конечно, очень сильно, но интересно было, очень интересно было. На конкурс «Россия-2035» ребята представили самые разнообразные аспекты стратегического развития страны в ближайшие 20 лет. Василий Скряпин рисованием увлекается с малых лет. Идея конкурсного проекта у него выкристаллизовалась сама собой. Я нарисовал в своей картине телепорт, то, что будет в 2035 году. И что мы будем общаться только через телепортацию. Учебный и воспитательный процесс в коррекционной школе восьмого вида нацелен на максимальное раскрытие творческих способностей воспитанников. Вышивка и рукоделие, работа с деревом и металлом, рисование и лепка, вокал и хореография. Потенциал у ребят глубок. Оттого самые любимые у мальчишек и девчонок уроки технологии и занятия в кружках. Победа во всероссийском конкурсе для учеников и педагогов явилась не просто значимой, масштабной. 2018 год для нашей школы это необычный год, это юбилейный год. Нашей школе исполнится 50 лет. И за годы существования нашей школы у ребят была первый раз возможность, когда они выехали за пределы республики. Бесспорно вкус победы сладок. В то же время умы и сердца юных художников переполняют впечатление от путешествия и знакомства со столицей России. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.